Приветствую вас, ребята и девчата! Сегодня, вероятно, будет финальный выпуск по этому сериалу из этой рубрики. Потому что мы, по сути, перебрали все хорошие серии, которые есть в этом сериале, и для вот этого выпуска было их подбирать довольно-таки сложно. Но рубрику на этом мы не закрываем. В следующий раз, кстати говоря, мы поговорим о сериале Зайцев плюс один. Я там найду тоже интересные, самые интересные эпизоды. Ну а в комментариях можете предложить ваш вариант, какой сериал взять для этой рубрики, где мы говорим именно о хороших и веселых сериях из не всегда хороших сериалов. Итак, с мечты веселой серии из сериала «Универ. Новая общага». В этом сериале очень часто герои забывают о самом главном — учиться. Вспоминают о зачетах в последний момент, но и другие скучные аспекты студенческой жизни их обходят стороной. Гораздо же лучше ту сидя веселиться. Но где найти время на учебу? У Work5 много времени, они вам помогут. Work5 — это крупнейший сервис консультации по написанию дипломных, курсовых и любых других студенческих работ. Тут вас проконсультируют быстро, доступно и по адекватной цене. Оформить заказ просто. Переходим на сайт, где все интуитивно понятно, сразу видим полную стоимость. Менеджеры Work5 быстро подберут вам специалиста, который хорошо разбирается в вашем предмете. Если преподаватель завалит вас правками, специалисты Work5 с этим помогут. Доведут до нужного результата, чтобы оценка по итогу была хорошей. Оформить сейчас можно со скидкой 10%, по моему промокоду VOOT10. Ссылка есть в описании и QR-код на экране. Начнем мы с чего-нибудь такого простенького, можно сказать, легенького, чтобы вспомнить вообще, какую атмосферу нес в себе этот сериал. Начинается серия с того, что Яна Семакина всех достала. Она уже глава правкома и правком, как, знаете, такой вирус, распространяется не только по всему университету, но еще и по общежитию. И прямо в самом начале серии авторы, кстати говоря, решают использовать шутку, которая уже была в этом сериале. Если вам нужны презервативы, вы можете обращаться в комнату 302, там продаются очень хорошие презервативы, можно обращаться в любое время дня и ночи с 10 утра до 9 вечера спросить Кузю. Вот, решил как вы, бизнесом заняться, пока маленьким. Ну не такой уж он маленький, XXL. Издеваетесь? Сегодня эта коробка с презервативами, а уже завтра она будет забита доверху деньгами. Такое объявление будут читать дольше, чем сексом заниматься. Реклама презервативов должна быть яркой, броской и короткой, как то, на что ты их надеваешь. Ярко, броско, коротко. Блин, блинский! Но оказывается, что это тоже не ругательство, никого в этой комнате не хотели оскорбить. Все дело в том, что Яна Симакина, ну, мягко говоря, доверчивый человек. И однажды к ней в правком пришел человек, который представляет сетевой маркетинг. И впарил ей некий препарат, который называется Мозготрон. Революционный препарат Мозготрон. На 30% улучшает мозговую активность, стимулирует память, повышает общий тонус организма. События здесь крутятся, конечно же, не только вокруг Симакина и ее Мозготрона. Но еще здесь есть небольшой, можно сказать, конфликтик между Антоном и Машей. Они немножко закусились с утра на фоне того, что всегда, как брат и сестра, как два друга идут рядом. А именно, футбольные болельщики и алкоголизм. Ох, ты моя спасительница. Пить надо меньше, в том числе чужие йогурты. Вчера реальный повод был, а я уграл. Заценила Коломбо. Так вот, они поспорили, кто же в этом принципиальном матче действительно выиграл. Поспорили на желание. В универе обсуждали, что из-за каких-то там фаеров Реалу засчитали поражение 3-0. Да ты что? Нужно срочно в Мадрид позвонить. Сказали, что они зря там победу отмечают. Потому что каких-то Двалхайзем в ИГУ техническое поражение засчитали. Вадик, Нилова, он знаешь, как в футболе разбирается? У него даже футболка Овечкина есть. С автографом. Нилова, давай лучше поспорим. Давай, на 3 тысячи. И сколько мне ждать твоей 3 тысячи? Пока ты все справки соберешь, пока тебе кредит оформят. Давай лучше на желание. Давай. Тут Нилова утверждает, что Реал проиграл. Исключено. Мы вчера пили с радостью, а не с горя. Маша сразу же распереживалась, потому что думает, что Антон сейчас загадает ей что-то очень жесткое. Я реально попала. Ой, да что такого он может придумать? Ян, ты что Антона не знаешь? Он капец чего может придумать. Если хочешь, можешь скетчуп. Колей на всю спину. Антон the best. Тем временем, как вы могли заметить, Яна Семакина просто в промышленных масштабах уничтожает этот мозготрон. Улучшает мозговую деятельность. Нет, спасибо. Ну как хочешь. У Артура Мигаэляна тоже все не так просто. Он все еще работает преподавателем в университете. И вот у него появился новый студентик, который его раздражает. Вернее, привлекает его внимание. Все из-за того, что у этого студентика специфическая внешность. Есть особенности во внешности. Ну и с тех пор Лейпциг стал его второй родинкой. Родиной. Пока Майкл раздумывал, что же ему делать с этой ситуацией. Вернее, с ситуацией о родинкой. Яну уже полным ходом накрыл мозготрон. Это все мозготрон? У меня от него столько энергии, я не знаю куда ее девать. Кстати, ты заметила? Я все окна помыла. Так, может тебе направить энергию в рабочее русло или у вас сегодня выходной? Ммм, конечно. Куча дел. На планерные плакаты забрать, съездить в Одинцово, внести предоплату за дом отдыха и на завтра платежки подготовить. Ну так и? Так я уже все сделала. Такое ощущение, что это не мозготрон, это НЗТ. Ну или банальные наркотики. Кстати, хотел бы вас пригласить ко мне на Рутюб канал, потому что некоторые видео там выходят чуть раньше, чем здесь. Там уже доступна библиотека всех моих видео, которые можно там смотреть без проблем. А еще там выходят эксклюзивные видео. Например, совсем недавно мы там говорили о передаче Дар Убеждения. Довольно, кстати, интересно. И там был такой формат реакции слэш обзора. И все это вы могли пропустить, если не подписаны на мой канал. Поэтому срочно нужно всем это исправить. Ссылка, конечно же, есть в описании. Переходим, подписываемся. Ну и наслаждаемся дополнительной порцией контента. Майкл попал в неловкую ситуацию, получается, с этим студентом и не знал, как оправдаться. Поэтому придумал самое странное в мире оправдание, почему он пялился на этого студента. Просто я увидел в тебе родственную душу. Родственную душу? Да. Понимаешь? У меня тоже есть маленький недостаток. Ну, небольшая особенность, как называем их мы, владельцы маленьких недостатков. Какая особенность? Хвостик. Студент же оказался не таким моралистом, можно сказать. И растрепал о том, что у Артура Тиграновича вообще-то есть хвост. И теперь весь институт над ним подшучивает. Тогда, в конце 19 века, когда ему было чуть больше 60. В смысле 60 с хвостиком? Маша же так переживала насчет проигранного спора, то разработала хитрый план. Она всячески рассказывала Антону, как бы невзначай, что у нее страшная аллергия на печень. Антон воспринял это все не совсем так, как хотела Маша и просто купил себе печень. И вообще, он забыл про спор. Но теперь Маше придется выполнять задание. Очень специфическое задание. Слушай, а точно побежать? Ну, до этого все перемены бегала. Пока Маша носилась полуголая по институту, у Яны был отходняк от мозготрона. Судя по всему, все-таки это не НЗТ. Это банальные наркотики. Но разрешились все эти серийные прикольчики. Тем, что Микелян снял штаны при всей аудитории, чтобы доказать, что у него нет хвоста. Так, все, вы меня достали. Нет у меня никакого хвоста. Это все, Мугин придумал. Ничего я не придумал. Ну, все. С меня хватит. Вот. Ясно? Кристина и Яна проучили этого торговца смертью. А потом выяснилось, что в споре таки выиграла Маша. И Антону тоже пришлось выполнять задание. В следующей серии, которая действительно будет повеселее, двумя главными участниками событий будут Маша и Майкл. Дело в том, что Маша в кои-то веки решила что-то приготовить. А именно, картошечку с грибами. А почему именно картошечку с грибами? Ну, просто это самый легкий рецепт. Все немножко боялись пробовать то, что Маша готовит. И подопытным получился Майкл. Кстати, картошечка с грибочками ему зашла просто на ура. Вроде ничего так. Все было, конечно, очень вкусно. Но у этой картошечки был отложенный вкус, можно так сказать. Все самое интересное началось тогда, когда Майкл уже пришел в институт и снова начал вести пару. Что-то душно надо сегодня. Артур Тигранович. Да? Как вы понимаете, грибочки, похоже, были необычными. Майкл ринулся из университета обратно в общагу, чтобы у Маши все выяснить. Маш, ты что купила? Это были галюциногенные грибы. С чего ты взял? С чего? А откуда у тебя тогда усы, а? Да вообще, я усил Майкл, ты чего? Я чего? Я ничего. Я стою перед тобой в костюме японской школьницы. Блин, ты что со мной сделала, а? Я не специально, прости. Может тебе это, желудок промыть? Идея с тем, чтобы промыть желудок, Майклу показалась вполне себе рабочей. Побежал. Хотя на самом деле, если наркотические грибы тебя накрыли, то вот так вот просто от этого эффекта не избавишься. И кстати, странно, что Майкла накрывает именно так, потому что, по всей видимости, он испугался. А вот всякие такие наркотики, которые ни в коем случае не употребляйте, они действуют немножко иначе. Если бы он немножко испугался, все галлюцинации выглядели бы как кошмар наяву. Но немножко освежившись в туалете, Майкл думает, что его все-таки отпустило. Вроде отлегло. Сейчас чайку еще попью. Чай, 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 чай. Где у нас чай? Николин, чай у вас в соседнем ящике. Спасибо. Нифига не отлегло. Ну, казалось бы, что делать в такой ситуации? Просто ложишься на кровать и ждешь, пока тебя отпустят. Но все тут не так просто. Дело в том, что именно сегодня у Майкла предстоит открытый урок. Прямо перед ректором. Блин, у меня же, у меня же открытый урок у ректора. Мне в таком состоянии туда никак нельзя. Да, ну да иди отсюда. Кэш, кэш, писай отсюда. Поэтому он просит Машу помочь ему отмазаться. А грибы начинают действовать все сильнее и сильнее. Пойдешь на кафедру и скажешь Ксении, что я заболел. А если она не поверит? Майкл, дай ты сам пойдешь. Куда я пойду? Я по общаге на рикше еду. А какой общаге, Майкл? Мы вообще-то в универе. Маша пытается отмазать Микаэляна перед Ксенией. Рассказывая какую-то легенду. Но Ксения как-то на нее недоверчиво смотрит и не верит в это. Чего я так на меня смотрю? Слышишь что-то? Что же такого страшного с ним случилось? Я не знаю, что ты с горлом? Или животом? Поэтому Майкл все-таки решается отчаянно, решается провести открытый урок. Тема сегодняшней лекции. Открытый урок со спецэффектами. Извините. Увидев все это, Ксения, конечно, немножко прифигела. Пошла выяснить, что же на самом деле происходит, но Майкл ее так и не понял. На следующее утро Ксения пришла к нему выяснить, что это все такое, черт возьми, было. И тут внезапно оказывается, что Маша, с которой Микаэлян целый день ходил, общался и так далее, и она вообще ему помогала, тоже была его галлюцинацией. Да, что? Как в больнице? Сейчас буду. Извините. Это что сейчас было? С тобой все нормально? Конечно! Она спрашивает, а что сейчас было? С тобой все нормально? Короче, пойдешь на кафедру и скажешь Ксении, что я заболел. Блин, мне в таком состоянии на лицу вообще никак нельзя. Следующая серия, это не просто серия, это некий спешл. Все начинается с того, что ребятушки смотрят на ночь фильм ужасов. Ребята смеются, девочки боятся. Потом все расходятся по своим комнатам, ложатся спать и тут начинается. Например, Яна Семакина попадает в фильм «Затащи меня в ад». Только здесь пришла женщина, которая давно была студенткой и хочет путевку. «Вы уходите». «Будь ты проклята. 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 Проклята». «Я сейчас вызову охрану». После чего Яна начинает преследовать ужасы. И оказывается, что пародия на фильм «Затащи меня в ад» каким-то чудесным образом, можно даже сказать мистическим образом, превратилась в пародию на фильм «Изгоняющий дьявола» или «Экзорцист». Ян, может тебе правда лучше в церковь? Да нет, зачем? Вы правы, я просто устала. Сейчас посплю немного и все пройдет. Хотя, возможно, это все превратилось просто в то, что ребят с тента решили не париться и просто украли шутку из очень страшного кино. Спасибо, что приехали. Это мой долг, а это мой ученик. «Здрасте. Давно началось?» «Часов восемь назад». «Да, девочка очень плоха». «Ты не она, подержи мы ее там». «Я, кажется, церковь не закрыл. Не бойся, брат». «Ну нахер. Отец!» Конечно же, оказалось, что это всего лишь обычный такой сон. Но не спалось этой ночью не только Яни Симакиной, но и Майклу. Он проснулся, где бы вы думали, в какой-то комнате пристегнутой. «Да, как вы понимаете, он проснулся не просто в комнате, а в пародии на фильм «Пила». В качестве Крамера здесь, правда, Зоя Михайловна. «Вы очень плохо себя вели, и я...» «Зоя Михайловна». «Зоя Михайловна, Зоя Михайловна, 300 рублей он коту под хвост». Ну, и всякие разные испытания здесь, как в фильме «Пила» тоже будут. «Слушайте мое второе задание. В шахте лифта находятся ваши друзья». «Друженька, спаси, пожалуйста!» «Через 30 секунд одна из них упадет в шахту лифта. А вот кто? Решать вам». «А-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Что?» «Удача!» «Да что там рассуждать? Давайте спасать Машу!» «Чего? Чего? Чего?» «Тоя за...» «Да, меня, меня!» «Мама, ты чего, охренел?» «Поймите, если мы спасем Кристину, мы получим сильного соперника». «Я рисковать не собираюсь». «Ну, вообще-то да». «Я согласна». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» «Зоя, ничего лично. Считай, это даже комплимент. «Я буду всегда любить себя». а ну и конечно же соревнуются они здесь все не просто так дело в том что их всех выселяют вернее остаться должен только один в итоге побеждает всех майкл и остается один один он останется жить здесь в общежитии всех друзей он кинул но он не знал еще об одном условии конечно же оказывается что все это сон майкл просыпается они сидят с яной на кухне а пока что маши снится тоже страшный сон что она обычная такая школьница но в этом случае наверное все-таки студентка которая приезжает из другого города и тут же влюбляется в таинственного парня кто это а ты не в курсе это же антон мартынов он такой странный в институте почти не появляется ведет ночной образ жизни уходит на закате приходит на рассвете наверно поэтому такой бледный как я думаю вы догадались это пародия на фильм сумерки не знаю каким образом сумерки затесались в пародии на фильмы ужасов это в каком-то смысле сумерки это просто сущий ад ладно неважно антон здесь как вы понимаете эдвард но ведь фильм сумерки строился на том что эдвард здесь антон был вампиром а было противостояние с волком в этом случае волк это майкл завтра защита курсовых ты готова и дартур ты границ конечно конечно же мы видим немножко прикольчиков на тему вампиров а еще здесь есть свой ход потому что здесь по сюжету у эдварда уже есть девушка кристина но и майкл машу тоже влюбляется по сюжету и показывает что он оборотень полк ну типа не нужен только антон никто из людей не давал мне таких эмоций вот на что ты запала ну тогда знай я ведь тоже не совсем человек смотри ну а закончилась кстати все гораздо лучше чем оригинальный фильм сумерки ведь здесь тупую главную героиню такие убили любимые укуси меня я стану вампиром и навсегда будем вместе это понятно я тут подумал кристина то было право ты была всего лишь увлечением а мы уже с ней давно вот эта серия наверное вы со мной согласитесь все-таки действительно более веселая чем например первую о которой мы говорили в этот раз ну а финальная серия который мы сегодня поговорим наверное лучшее в принципе за весь сериал универ новая общага начинается утро в принципе типично особенно для антона мартынова он просыпается с перепоя вот тоже самое я тебе в 4 утра сказал но тебе было пофигу поэтому и все у него в жизни как-то не так с кристиной он поссорился я она просит его помочь антон в своей манере отвечают грубо у меня сегодня в клубе группа выступает а у них ударник опоздал на поезд и сейчас он в твери и если он не приедет мне кранты помоги а если макина если вы мне на боли застрял я понимаю тверь вообще не моя также просит о помощи еще и валентин но антон конечно же отказывается от всего и просто идет бухать в бар где тоже видит слезливые новости но не обращает на них внимание просто потому что не знает какой переплет он попал вернувшись домой снова под шофе все совсем плохо с кристиной конечно же контакт так и не лалажен у яны все плохо у будейка все плохо но антону в принципе пофиг он идет спать друг мой брат мой кисовая барсучок наступает следующий день следующая похмелье и антон хоть из перепоя проснулся но начинает замечать что здесь что-то не так он думает что ребята его просто таким образом разыгрывают хотят ну подселить ему мысль в том что у него белочка и чтобы он наконец-то бросил пить вы не учли одного факта что в моем телефоне время и дата а вы это поменяли гениально ну что ж я кланюсь и в кафе но антон снова идет в бар и видит что не только друзья похоже над ним подшучивают а весь мир антон думает что у него реально белочка обращается к врачу накупил себе кучу лекарств и надеется что завтра его отпустит просто выспаться и все пройдет антон но завтра происходит то что уже было начало чего почему это происходит снова я же не пил туха ты меня пугаешь ты меня мы же друзья почему ты так делаешь а антон мне конец у меня сегодня в клубе группа выступает все таки не замолчи прости меня я больше никогда не буду петь кристина прости пожалуйста клянусь только не уходи кристина вообще-то ты ее очень сильно обидел маша маша тебе зачем это надо ты же добрая хорошая девочка у тебя мозгов для этого не должно хватать это не на шутку напугало друзей поэтому они даже обратились к отцу антона чтобы тот забрал его в рехап молодец антошенька выходи не бойся не бойся не бойся все хорошо пойдем 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 дружочек пойдем пойдем все хорошо все будет хорошо антошенька вы меня подолюки не верите антон это для твоего блага сынок это хорошая клиника антона увезли но на следующее утро он снова проснулся в общежитии почему они в клинике в какой клинике действительно в какой клинике просто приснилось что-то антон понимает что он застрял в одних и тех же событиях день постоянно повторяется но только это не день сурка это день антона мартынова и он понимает что теперь-то он может творить все что угодно выпускается в полный отрыв ковидала но рано или поздно это конечно начинает надоедать поэтому антон ищет тысячу и один способ как выбраться из этого из этой ловушки дьявола выбираться мне отсюда надо кстати о дьяволе он думает что может быть нужно обратиться к религии верующий мой истово а старичок давай бухать на конец антон догадывается что чтобы выбраться из этих зацикленных событий ему нужно просто помочь друзьям помочь друзьям которые в принципе ничего такого специфического и не просят все это у него получается далеко не с первого раза визу твоего ударника концерт состоится отменяй концерт и передай пацанам и даже не с десятого раза потому что нужно помогать всем и сразу моисей айч здравствуйте валентин просил недавно у вас лабораторию и вы ему отказали но тут появились новые обстоятельства дорогие 15-летние но все-таки у него получилось и вот один прекрасный день и он просыпается уже не от звонка мобильного телефона и майкл его не толкает с криками старичок он проснулся в больнице антон мне конец у меня сегодня в клубе группа выступает а у них ударник на поезд опоздал и сейчас он в двери и если он не приедет мне кранты и помоги а антон антон у тебя все в порядке антон антон ты чего антон ты меня слышишь где антон с тобой все в порядке ты находишься в городской клинической больнице номер восемь болят оказалось что конечно же после перепоя он просто ударился головой и все это ему причудилась что произошло ты вчера в душе пьяный упал нигде не падал это в тот самый первый день два года назад когда я вас пьяный всех на хрен послал какие два года назад классический пример ложной памяти какой ложной памяти я же вам всем помог вообще-то ты никому не помог я на 85 тысяч попала видимо удар спровоцировал появление моральных проекций на основе подсознательного чувства вины что же можно сказать в итоге во первых я столкнулся с такой проблемой что именно сериал универ новая общага ну мягко сказать не богат на веселые эпизоды которые прям конкретно выделяются среди всего сериала серии конечно очень много но что-то веселое это в основном какие-то спешилы или пародии на другие фильмы или сериалы а именно оригинальной серии вот как например было в сериале универ условно старая общага в общем старый универ тут такого ну практически нет сериал универ из какой-то ламповый истории превратился больше фоновый продукт что-то уровня саша-таня но тем не менее как видите несколько эпизодов которые как лично мне кажется выделяется из общей массы я все-таки наскрёб напоминаю что в комментариях вы можете предложить свой вариант сериала для этой рубрики ну конечно же не забывайте здесь подписываться на мой канал и мы с вами совсем скоро увидимся